Здравствуйте! Добро пожаловать на восьмую лекцию по машинному обучению. И в этой лекции мы обсудим деревья принятия решений и композицию алгоритмов. Начнем мы с логических правил. А именно, закономерностью будет называться некоторый предикат, который покрывает большинство объектов одного класса и малых объектов других классов. Напомню, что предикат — это такая функция, которая на вход получает объект и на выход возвращает либо 0, либо 1. Ну, понятно, что обычный предикат — это все-таки что-то, что возвращает ложь или правду, но чтобы применять различные численные подходы, мы будем воспринимать предикат как что-то, что возвращает 0 или 1. Соответственно, правило — это какая-то легко интерпретируемая и высокоинформативная закономерность, ну, понятно, которую можно как-то описать формулами вычисленными. Какие закономерности у нас хорошо интерпретируемые? Ну, те, которые можно сформулировать на естественном языке, и те, которые зависят от небольшого числа правил — от 1 до 7. Почему от 1 до 7? Ну, вот потому что психологи так решили, что люди в голове могут держать одновременно не более 7 вещей вроде. Ну, там какая-то оценка 8 плюс минус 3, кажется. Ну, в общем, как психологи решили, так в информатике и делают. В качестве примера можно рассмотреть следующее правило из русского языка, что если слово является наречием и оканчивается на шипящую букву, то в окончании ставится мягкий знак. Ну, соответственно, у этой закономерности она достаточно много слов русского языка покрывает, а именно почти все, кроме трех. То есть вот есть исключение — это уж замуж не потерпешь. Ну, соответственно, как было сказано раньше, мы хотим, чтобы наши закономерности были информативными. То есть с одной стороны они максимизировали число объектов, которые мы выделяем и угадываем у них класс, и минимизируют число объектов, которые мы выделяем и не угадываем из них класс. То есть получается, что у нас с одной стороны задача максимизации, с другой стороны задача минимизации. И надо как-то решить, но как решить? Мы это изучим позже, когда, собственно, будем говорить про деревья. Ну, соответственно, какие мы можем делать правила из предикатов? Мы можем брать наши признаки и смотреть, в какие отрезки они попадают. И, соответственно, если какой-то житый признак попадает в нужный отрезок, можем их выделять. Ну, соответственно, из таких маленьких предикатов мы можем строить конъюнкции наше большое правило. Также можем использовать не конъюнкцию, а дизюнкцию. И вот более общий случай, когда мы используем так называемый синдром. То есть мы смотрим, чтобы у нас не менее d-условий выполнилось. Ну, соответственно, если d равняется всем условиям, это будет конъюнкция, то есть нам требуется, чтобы они все выполнились. А когда d равняется единице, это дизюнкция, то есть нам требуется, чтобы хотя бы одно условие выполнилось. Если, опять же, возвращаться к алгоритму, который мы уже до этого рассматривали, то это будет, например, полублоскость или даже, может быть, какой-нибудь шар. Как же нам автоматически строить какие-то правила, которые при этом будут понятны людям? Ну, вот для этого можно строить так называемое дерево принятия решений. Соответственно, это такое подвешенное дерево. То есть у него есть корень. Из корня и из остальных вершин, кроме листьев, выходят ребра. И, соответственно, во всех вершинах, кроме листьев, у нас находятся некоторые вопросы. А, соответственно, ребра, они соответствуют ответам на эти вопросы. То есть в зависимости от того, какой мы ответ ответим на вопрос, мы пойдем в нужное ребро. Ну, то есть мы пойдем, точнее, в нужную вершину по соответствующему ребру. Ну, а листья, они содержат решение. То есть если мы решаем задачу классификации, то решение это будет о том, к какому классу отнести объект. А если мы решаем задачу регрессии, то это вот будет такое значение числовой отнести для этого объекта. Ну, вот здесь показан пример дерева принятия решения. И, как видно, оно немного избыточное. Мы это дерево можем как-то переписать. А именно мы можем его переделать в такое более маленькое дерево, которое будет, соответственно, более компактное и более понятное для человека. Ну, и, соответственно, для машины тоже. Она будет быстрее с ним работать, и оно будет меньше памяти занимать и так далее. Но проблема в том, что строить подобные деревья — это в НП трудная задача. Поэтому нам нужно именно не минимальное дерево построить, а вот хоть как-то. И для этого мы можем воспользоваться следующим алгоритмом. Мы можем строить дерево рекурсивно, начиная, соответственно, от корня. Соответственно, в корни у нас будет попадать вся наша выборка объектов. И далее мы на каждом шаге будем текущее множество, которое находится в вершине, разбивать на несколько частей и для каждой части создавать новую вершину. Ну, и, соответственно, и ребро из нашей текущей вершины в новую. Ну, и дальше рекурсивно запускаться от созданных вершин. Теперь возникает вопрос. Какие нам выбирать вопросы, которые будут лежать в наших вершинах? Ну, для этого предлагается использовать некоторую оценку FI, которая будет оценивать, как хорошо мы разбили наше множество в данной вершине, и мы будем вот жадно эту FI минимизировать. Или максимизировать, в зависимости от того, что это будет оценка порядка или, наоборот, беспорядка. Ну, соответственно, вот возникают вопросы. Как нам выбирать разделяющие правила? Как выбирать критерии ветвления? Как выбирать критерии остановки? Как нам подрезать дерево? Можно выбирать, конечно, какие-то сложные правила, но принято выбирать достаточно простые правила. Именно если у нас какой-то числовой признак мы рассматриваем, то мы просто перебираем некоторый порог и, соответственно, будем сравнивать наш числовой признак с этим порогом. А если у нас наш текущий признак категориальный, то мы просто спрашиваем, правда ли, что наше значение равно этой категории. Но это следует из того, что все, что мы можем делать с категориями, это сравнивается. Давайте рассмотрим пример, что вот у нас была вершинка, и вот у нас была какая-то категория, там, cat, dog, fish. Ну и, соответственно, вопрос будет выглядеть так, что правда ли, что текущий житый признак — это cat, или dog, или fish. Ну это какая-то одна вершинка из всего нашего дерева. Соответственно, при классификации у нас сюда попадает объект X, мы смотрим на житый признак, исходя из этого смотрим, в какую часть дерева отправляться. Ну, соответственно, для численных признаков все кажется попроще, то есть мы просто сохраняем информацию, наши признаки, которые рассматриваются в текущей вершине, и сохраняем наш порог для данной вершины. То есть в разных вершинах, несмотря на то, что могут рассматриваться одни и те же признаки, пороги будут разные. Но так как мы спрашивали, оправдали, что текущий признак, он больше нашего порога, то, соответственно, у нас может быть всего два ответа. Либо он больше, и мы идем, например, вправо, либо он меньше, и мы идем влево. В каком-то из этих случаев можно отнести, когда он меньше или равно. Понятно, что на равенство мы числа не сравниваем. Ну, с другой стороны, понятно, что если бы у нас была какая-то порядковая переменная, мы все равно бы могли строить дерево и сравнивать, использовать оператор сравнения. Теперь посмотрим, как мы можем разбивать наше множество, если у нас рассматривается числовой признак. Как было сказано до этого, у нас, если категория, то мы просто наш вопрос задаем, как, оправдали ли, что текущее значение признака, оно вот равно какому-то значению категории. Исходя из этого, выбираем ребро. Здесь же нам нужно как-то найти нашу границу m. Ну, соответственно, если у нас в текущий момент времени рассматривается n объектов, и мы их как-то сортируем по нашему вжитому признаку, то получается, что мы как-то можем разделить n минус одним разделяющим правил. Более того, мы можем, скажем так, сэкономить, если, например, какие-то объекты были одного класса, то нам выгодно не разделять эти два класса. И то есть вот этот порог мы не будем рассматривать. То есть мы, например, рассмотрим вот этот порог, вот этот, вот этот и так далее. Более того, мы можем объединять там более короткие промежутки и так далее. Но здесь важно то, что, несмотря на то, что у нас чисел бесконечность, всего нам нужно посмотреть не более чем n минус одно значение в качестве разбивающего. Ну, соответственно, как уже было раньше сказано, если у нас признак числовой, то у нас будет выходить два ребра из вершины, а если категориальный, то вот будет выходить столько ребр, сколько было значение. Мы умеем перебирать признаки, мы умеем перебирать границы, если признак числовой. Теперь нам нужно понять, а как хорошо мы по текущему признаку и текущей границе, если признак числовой, разбиваем наши множества. Для этого можно воспользоваться критериями, которые оценивают хаотичность разбиения. Например, это может быть критерий энтропии или индекса Gini. Здесь надо быть аккуратным, потому что во внешнем мире индекс Gini называется немного другая вещь. Эти критерии, они берутся от наших разбиений, то есть от наших подмножеств. А чтобы посчитать качество всего разбиения, то нам нужно вот эти разбиения для каждого подмножества, посчитать их средневзвешенные, где весами будет, соответственно, число объектов в текущем подмножестве. Давайте посмотрим, как могут выглядеть эти правила. Итак, как было сказано раньше, это может быть или энтропия, то есть это PIT, и она LOG PIT. Или это может быть индекс Gini, то есть это будет сумма PIT в квадрате. Кажется, тут нужно 1 минус, и здесь 1 минус брать. Ну, соответственно, вы можете в качестве упражнения взять и попробовать посчитать энтропию от какого-то плохого множества и хорошего. То есть вы можете, например, сказать, что у вас было множество какие-то негативные и позитивные классы. Соответственно, вы, например, разбили их вот так на две части. Посчитать энтропию от такого множества и от такого. Ну и, соответственно, можете посчитать энтропию от какого-нибудь такого множества, где, например, был 1 негативный, 2 позитивных, и, например, 2 негативных, 1 позитивный. Здесь уже будет энтропия побольше. Соответственно, если вы совсем от хаотичного разбиения будете считать, Если показывают два класса, но понятно, что здесь может быть и три и больше, то у такого разбиения будет еще больше энтропия. Ну и также вы можете посчитать индекс Gini. И, соответственно, если вы внимательно следили за нашим курсом и выполняли упражнения, которые вам предлагалось выполнять, то на самом деле вот эту конструкцию вы уже встречали. В данном случае, если у нас было, например, столько объектов, шесть объектов, и в другом разбиении, например, было два объекта, то вот эти два объекта, они, казалось бы, хорошо разбились, потому что сюда входят только классы, точнее, только объекты одного класса, но этих объектов мало. И мы, например, если используем энтропию, то мы эту энтропию, скажем, что это энтропия H от правого разбиения, а это энтропия H от левого. Соответственно, энтропию H от левого разбиения учтем с большим весом. Это будет HL плюс HR весом 2 делить на 8. Несмотря на то, что у нас справа хорошее разбиение, у нас слева разбиение плохое. И, соответственно, когда мы будем его взвешивать, мы его, из-за того, что здесь было больше объектов, мы получим какой-то, на самом деле, большой беспорядок. Почему это важно? Ну, потому что если у нас останется вообще один объект в нашем разбиении, то из этого будет следовать, что для него энтропия будет равняться нулю. И, соответственно, индекс Gini тоже будет равняться нулю. Как же нам вычислять индекс Gini и энтропию? Они все зависят от вероятности. Индекс Gini и энтропия, чтобы нам их вычислить, соответственно, нам нужно вычислить вероятности. А как вычислить вероятности? Ну, это мы даже частично на прошлой лекции смотрели, что мы можем просто оценить раз, когда у нас встретилась какая-то категория, ну, в данном случае класс, и разделить просто на сумму всех объектов, ну или по-другому, сколько раз каждый класс встретится в объектах. Это будет просто сумма равняться всем множеству. Ну и, исходя из этого, мы уже понимаем, что если мы для этого вычисляем, то есть если мы вычисляем частоты, то мы из этого делаем вероятности, а из вероятности уже вычисляем какую-то функцию, которая по вероятностям говорит, насколько хаотично это распределение вероятности. Ну и, соответственно, для таких функций у нас распределение вероятностей 1, 0, 0, 0. У него будет меньше всего хаоса. 1 может, понятно, где угодно ставить, может быть, 0, 1, 0, 0 и так далее. Ну а для распределения вида 0, 5, 0, 5 будет больше всего хаотичность. То есть у нас там 50% одних объектов, 50% других объектов. Ну и, соответственно, при построении дерева мы эту хаотичность пытаемся жадно минимизировать. Тут возникает вопрос. Вот мы же говорили, что мы еще можем для регрессии дерево использовать. То есть у нас при каждом ветвлении нам нужно будет оценивать, как хаотично мы разбили не объекты, у которых есть категории, а объекты, у которых целевой признак, который нас интересует, и относительно которого мы минимизируем нашу хаотичность, это число, а не категория. И здесь может пригодиться такая функция, как дисперсия. Потому что дисперсия, она в каком-то смысле вычисляет хаотичность. Вот, например, если у вас были такие множество чисел, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вы разбили на две части их, 1, 2, 3 и 4, 5, 6, то можно посчитать дисперсию, соответственно, это будет 2 третьих, здесь будет 2 третьих. То есть дисперсии будут не такие уж большие. Ну, понятно, если бы у нас были числа 2, 2, 2 и 5, 5, 5, то у нас вообще дисперсия равнялась бы 0. Представим, что у нас по какому-то признаку они вот так разбились. А теперь представим, что по какому-то другому признаку мы наши объекты разбили так, что их целевые метки будут 1, 3, 5, 2, 4, 6. Если мы, например, эти объекты нарисуем на числовой прямой, то в данном случае вот у нас мы объекты разбили вот так, то есть вот эти пошли в левую часть, вот эти пошли в правую часть. И как видите, если мы в этом смысле и посмотрим на них как на категории, то это будут достаточно упорядоченные разбиения. Ну, а здесь, соответственно, у нас получится, что 1, 3 и 5 пошли в левую часть. Это будет 1, 3, 5. А 2, 4, 6 пошли в левую. То есть если мы посмотрим на них как на категории, то вот они будут как-то перемешаны. Ну, и здесь у нас будет среднее 3, и отклонение будет 3 минус 1, это 2, 3 минус 5, это 2. Ну, соответственно, тройка, отклонение тройки от тройки, это 0. Ну, понятно, что не обязательно среднее, это будет одно из этих чисел, просто для удобства. Ну, здесь, соответственно, те же самые будут отклонения. Дальше дисперсия, это у нас сумма, средняя сумма квадратов отклонений, то есть мы должны еще в квадратах взвести, то есть это будет 4 плюс 0 плюс 4, разделить на 3. Здесь уже мы получили дисперсию и в левой, и в правой части. 8, 3. Ну, так как мы берем среднюю, точнее средне взвешенную, а здесь у нас число объектов одинаковое, то это будет просто средняя, то есть у нас здесь будет дисперсия 8, 3, а здесь будет дисперсия 2, 3. Ну, вот мы получили, что в численном виде у нас 2, 3 меньше, чем 8, 3, то есть вот это разбиение лучше. Ну и на интуитивном уровне тоже нам понятно, что когда мы вот так разбиваем, мы уменьшаем наш хаос Помимо дисперсии еще, наверное, можно использовать какие-нибудь парные расстояния или что-нибудь в этом роде В любом случае нам нужна какая-то метрика, которая покажет нам зависимость от категориальной переменной с численной То есть когда мы вычисляли качество разбиения для задач классификации То у нас была функция, которая сравнивала какую-то категориальную переменную, которую мы сами создаем, разбивая наше множество Когда мы разбиваем наше множество, мы в каком-то смысле добавляем новую категорию, которая будет говорить, в какую часть дерева отправится текущий объект Но это какая-то временная категория, которая только вот в этой вершине сидит И исходя из этого, мы можем сказать, что если мы это будем считать новым столбиком, точнее новым признаком Тогда мы использовали функцию, которая две категории сравнивает А соответственно, когда мы с числами работаем, мы смотрим степень зависимости числа от категории При этом, несмотря на то, что мы ветвимся по числам или по категориям, все равно это будет такая функция Потому что когда мы ветвимся, мы уже делаем бескретные значения То есть чисто в теории можно любую функцию, которая сравнивает категорию и число, брать Ну вот одна из таких функций, это в данном случае условная дисперсия Это что касается задачи регрессии и классификации Теперь нам нужно определиться с критерием остановки А именно, у нас, когда мы наше дерево строим Если мы его будем строить, скажем так, до конца То есть пока у нас не будет оставаться по одному объекту То у нас такое дерево будет переобучаться Потому что у нас было какое-то множество объектов И мы его как-то разбивали То есть, например, так, потом так, потом так и так далее Но нам могло не повезти, у нас был какой-то шум или еще что-нибудь Тогда разбиений было бы гораздо больше Если бы мы останавливались только когда у нас в нашей вершине остается только один объект Тогда мы бы переобучались Просто потому что, если мы взяли бы наше тренировочное множество И попытались бы на нем провалидироваться, на это тренировочное множество, как на тестовом То у нас такое дерево, каждый объект определило бы свой лист Который, собственно, этот объект и породил То есть у нас бы, соответственно, если мы решаем задачу классификации У нас бы не было ни одной ошибки А если задача регрессии, то вот какая-нибудь там сумма разницы Она была бы всегда ноль Ну и понятно, что в каком-то смысле мы, когда строим дерево принятия решений Мы можем его замаскировать под метод ближайших соседей Который использует только одного ближайшего соседа И сказать, что то, что мы вычисляем, мы ищем ближайшего соседа для текущего запроса Вот, то есть это опять же просто связь алгоритмов Ну и это уже в свою очередь, так как у нас дерево таким образом Дерево принятия решений неограниченной высоты Оно сводится к методу ближайших соседей с одним соседом А мы уже знаем про него, что он очень неустойчив к шуму И он переобучается Соответственно, нам нужно как-то ограничивать дерево В общем, если мы заглянем, например, в документацию скалерно То можно увидеть, что при построении Когда мы выбираем параметры Вот здесь, например, выбирается критерий разбиения Индекс джинни или энтропия И помимо этого Выбирается очень много критериев, которые как-то ограничивают наше дерево То есть здесь их просто море Ну и, соответственно, одни из базовых критерий Это такие, что у нас после разбиения У одного из классов не остается объектов После разбиения у нас наша хаотичность ниже определенного порога В том числе, если у нас, например, все объекты будут уноситься к одному классу У нас хаотичность будет равняться нулю То есть вот у нас совпадает с тем, что хаотичность ниже определенного порога Также мы можем контролировать число объектов в текущей вершине Можем контролировать высоту текущей вершины Ну и как вы видели до этого, можем контролировать вообще много чего То есть если мы здесь опять вернемся Там мы можем контролировать Например, мы можем контролировать число объектов При каждом разбиении Число объектов в листе Дальше какой-нибудь весовой фактор Изменение нашей функции, о которой я до этого говорил Ну и так далее Но что интересно, здесь еще предлагается задавать веса наших классов. То есть это то, что было оговорено в предыдущей лекции. Веса классов, как они себя ведут. Но понятно, что помимо этого мы также можем учитывать веса наших объектов. Если мы когда будем вычислять, например, наши вероятности, пейты из наших подсчетов, каунтов, то мы, как и на прошлой лекции, можем использовать не просто каунты, а, соответственно, суммировать не единички, а веса соответствующих объектов. То есть здесь мы суммируем число объектов определенного класса на соответствующий вес. А здесь будет сумма весов. Таким образом мы можем учитывать веса объектов. Ну понятно, если можем учитывать веса объектов. Мы автоматически можем учитывать веса классов. А теперь возникает вопрос еще один. А как можем учитывать веса признаков? Ведь если мы продублируем какой-то признак, вот у нас был какой-то признак FG, и, предположим, мы его просто продублировали, как бы эмулируя веса, то есть мы сказали, что у этого признака вес 2, то если у нас был какой-то другой признак, например, FIT, для которого было разбиение лучше, чем по FJ, мы все равно возьмем FIT, несмотря на то, что FJ встречается два раза. Мы просто FJ два раза проверим. Ну, например, предположим, что FJ для какой-то вершины получает качество разбиения, например, 3, а FIT получает качество разбиения 4. Соответственно, мы возьмем FIT. Но если мы хотим учитывать веса признаков, мы можем, например, полученное качество умножать на вес. То есть здесь мы 4 умножим на 1, а здесь получается мы 3 умножим на 2. И получится, что мы будем рассматривать все-таки эжитый признак. То есть, используя веса, мы заставим наш алгоритм больше обращать внимание на, как нам кажутся, более важные признаки. Так, давайте вернемся к нашим критериям, которые использовались для категорий, а именно в задаче классификации. И подумаем над тем, как мы их можем быстро вычислять, если у нас разбиение идет по какому-то числовому признаку. Как было сказано раньше, если у нас есть N объектов, в текущей вершине рассматривается, в какой-то вершине рассматривается житый признак, и вот если N объектов, то мы можем эти N объектов посортировать. Предположим, у нас был какой-нибудь там синий объект, синий, здесь синий, дальше был красный, красный, зеленый. Ну вот такое у нас получилось, скажем так, не очень хорошее разбиение, но хорошее для примера. И теперь заметим то, что у нас наши критерии качества разбиения, они зависели от вероятности. В свою очередь вероятности зависели от наших подсчетов. И тут мы можем понять уже, как мы можем соптимизировать наш алгоритм, который будет перебирать всевозможные разбиения. А именно мы начинаем, например, с такого разбиения. И давайте посчитаем, сколько у нас объектов каждого класса. То есть здесь у нас один синий и остальных по нулям. А здесь у нас два синих, два красных, два зеленых. Теперь давайте двигать нашу границу на одну клеточку. И заметим, что от того, что мы передвигаем над одним объектом нашу границу, у нас из этого мы можем эффективно пересчитывать наши подсчеты, то есть наши каунты. То есть здесь мы, например, у нас был синий объект, мы передвинули границу над ним. То есть мы из этих каунтов вычтим соответствующее значение для синего объекта и получим 1, 2, 2. А здесь прибавим, получим 2, 0, 0. Вот, все. Мы из этого пересчитали каунты и исходя из каунтов уже быстро пересчитываем наши критерии. То есть если у нас было, например, ка классов, то мы, исходя из этого, пересчитываем за о от ка времени. Ну, понятно. Теперь, если у нас было n объектов, то нам потребуется времени n умножить на ка, на то, чтобы вот пересчитать. Но на самом деле не n на ка, а на самом деле еще нужен здесь логарифм n, потому что мы эти объекты сортируем. Вот. Ну, соответственно, если у нас было еще m признаков, то мы это еще умножим на m. Более того, если мы используем, например, индекс джини, то мы здесь можем ка убрать. То есть мы можем еще более эффективно пересчитывать. И мы будем пересчитывать, получается, за n на лог n на m. Так как у нас, предположим, если у нас дерево какой-то VSTH, то получается, что если h это не очень большое число, ну, например, тот же самый логарифм n, то получится, что у нас построение дерева будет работать за n на лог n в квадрате на m. Ну, то есть практически за размер нашего набора данных. Что очень быстро. Ну, соответственно, давайте примеры тут разбираем, чтобы было понятно, что вот мы еще раз двигаем прямую. Получаем новые значения. То есть на этот раз у нас добавился красный. Это будет 2, 1, 0. А здесь красный убавился. Это будет 1, 1, 2. Еще раз пододвинули. Здесь добавился зелененький. Будет 2, 1, 1. Здесь зелененький убавился. Будет 1, 1, 1. Ну и так далее. То есть мы каждый раз так пересчитываем наши критерии, за O от K. То есть если у нас немного классов, то это будет вообще быстро. То есть даже не надо вот этой оптимизации делать, когда мы здесь K убираем. Это что касается времени работы. Вернемся к критериям установки. И помимо изученных ранее критериев, еще могут быть критерии, которые похожи на алгоритмы выбора признаков. А именно мы можем вычислить какой-то другой критерий, который будет сравнивать не разбиение, а просто зависимость какого-то признака от целевой переменной, ну или наоборот целевой переменной от признака. И если мы вообще не находим таких зависимостей, то мы даже и не начинаем разбиваться. То есть мы просто останавливаемся. Теперь перейдем к подрезке. Вот до этого мы сказали, что мы можем ограничивать высоту дерева. Из всех критериев остановки, критерий, который ограничивает высоту, был в каком-то смысле наиболее полезным. Потому что мы могли взять дерево какой-то высоты h и эффективно из него сделать дерево высоты h-1. Ну понятно. Просто убрав ненужные вершины. Из этого следует, что мы можем эффективно внутри самого алгоритма настраивать h как гиперпараметр. Это нас, в свою очередь, относит ко второй лекции, когда мы рассматривали такую неявную настройку гиперпараметров. То есть у нас алгоритм, мы это можем делать эффективно, то он, скорее всего, это будет делать внутри себя. Соответственно, если дерево внутри себя как-то пытается ограничить высоту, не обязательно таким образом, а каким-то другим, то у него, скорее всего, еще будет какой-то параметр valid size. То есть размер валидационного множества. Потому что валидационное множество — это, на самом деле, тестовое множество для оптимизации гиперпараметров. И, соответственно, если алгоритм намекает, что он как-то использует валидационное множество, значит, он внутри себя настраивает гиперпараметр. Например, для настройки высоты. Ну, на самом деле, есть еще один алгоритм, который вы знаете, который тоже умеет настраивать неявным образом гиперпараметры. Это гардиетный спуск. Потому что у нас в градиентном спуске был такой гиперпараметр, как число шагов И вот мы могли сказать, что какие-то параметры на t шаге Они получаются из параметров на t-1 шаге Но в свою очередь эти получаются из параметров с t-2 шага и так далее То есть получается, что если мы используем валютационное множество в данном случае То мы просто перебираем число шагов неявным образом То есть мы бы могли запустить алгоритм на одном шаге, на двух шагах, на трех, на четырех и так далее Но так как у нас параметры следуют с предыдущего шага То мы можем эффективно пересчитывать наш алгоритм для различных параметров t То есть вот градиентный спуск, он тоже внутри себя может эффективным образом настраивать гиперпараметр число шагов Теперь пройдем другие способы подрезать наше дерево А именно вместо простой ограничения высоты мы можем использовать некоторые эверистики Ну вот как сказано раньше, мы можем взять какое-то валютационное множество Второе, почему нам нужно откусывать часть множества Почему мы не можем использовать тестовое Это мы оговаривали до этого, что так как у нас алгоритм переобучается То если мы будем пытаться обрезать дерево по самому же тестовому множеству То у нас просто оптимальным деревом будет то, что было построено на этом множестве То есть без подрезки Поэтому нужно делать валидационное или тестовое множество Для подрезки можно использовать следующие критерии Например, мы можем в текущий момент ничего не менять, можем заменить вершину ребенком Или можем из текущей вершины сделать листа Соответственно, используя объекты, которые попали в текущую вершину Мы можем оценить, какая из трех стратегий в данной вершине будет лучше Исходя из этого, ну понятно, или подрезать, или заменить Ну или ничего не делать Соответственно, на данном слайде показаны примеры различных реализаций Но это, наверное, не так полезно, потому что сейчас в каждой библиотеке есть уже готовые реализации Традиционным алгоритмом для построения деревьев, который мы до этого смотрели Считается ID3, то есть Induction of 3 То есть вот такой каламбур, что 3 читается с одной стороны как тройка, с другой стороны как дерево Алгоритм C4.5 это улучшенная версия, которая использует подрезку Ну и, например, есть алгоритм карт Точнее, есть реализация карт, которая уже позволяет использовать его и для регрессии Ну еще есть, например, вроде как алгоритм C5.0, проприоритарный И им, соответственно, никто не пользуется Так, ну то, что деревья можно использовать для регрессии, мы уже обсудили Но проблема в том, что если мы будем использовать для регрессии, мы будем получать какие-то такие картинки То есть мы будем разбивать наше множество И на это множество мы будем отвечать константу Что в каком-то смысле может быть не очень хорошо Поэтому можно воспользоваться так называемым деревом моделей И мы можем воспользоваться не только для задачи регрессии, но и для задачи классификации Заметим, что при построении дерева, когда мы решали, к какому классу или какое значение целевое получат Получат объекты, попавшие в текущий лист Мы для классификации вычислили моду текущих значений А для задачи регрессии средние И заметим, что наши моды и средние Это на самом деле наша глупая модель То есть модель, которая в каком-то смысле использует только Y и не использует X А уже из этого следует, что мы можем попытаться построить не глупую модель, а какую-то умную То есть которая бы X использовала Но тут такая проблема, что так как у нас каждый раз сокращается число объектов То у нас в вершинку может очень мало объектов попасть И соответственно нам нужно использовать какую-то простую модель Вот например линейную Ну соответственно если мы вернемся к этому примеру И будем использовать линейную То вот на этом отрезке, например, мы будем не константу отвечать, а вот такую линию Соответственно здесь примерно такую линию Здесь опять такую наклонную линию и так далее Ну соответственно резюмируем по деревьям Преимущество деревьев в том, что они быстро обучаются То, что их легко интерпретировать То, что они могут работать с разным типом данных А, ну еще одно преимущество, да, что вот можно использовать для выбора признаков Но это мы рассмотрим на соответствующей лекции про выбор признаков Недостатки деревьев в том, что они очень быстро переобучаются И то, что они чувствительны к шумам Теперь давайте перейдем к композиции алгоритм И начнем мы с такого мотивационного примера Точнее теоремы Что мы можем ввести два критерия обучаемости Что мы за полиноминальное время можем найти алгоритм У которого качество будет чуть больше 0.5 То есть он чуть лучше, чем случайный ответ будет работать И сильная обучаемость это то, что можем найти алгоритм Который будет сколь угодно хорошо работать Вот есть теорема Шабира, которая утверждает Что в самом деле это два случая эквивалентны Если мы будем использовать композицию алгоритмов То есть, например, рассмотрим композицию из N алгоритмов И которые решают для объекта к какому-то одному из двух классов относится После этого мы проводим голосование Когда хотим принять финальное решение Соответственно, если мы возьмем нечетное число алгоритмов То мы такое решение всегда сможем принять Без неопределенностей И мы можем, если учесть, что каждый алгоритм у него точность Какая-то P Мы можем, исходя из этого, вычислить Соответственно, точность нашего полученного алгоритма Ну, а именно вероятность того, что он ответит правильно Для этого нам нужно просуммировать что-то, что похоже на разложение P плюс 1 минус P Соответственно, вероятность правильного ответа и вероятность неправильного ответа Степени N И нам нужно не полностью эту вещь просуммировать А просуммировать только степенями, которые соответствуют тому, что у нас Больше число алгоритмов приняло правильное решение, чем неправильное То есть то, что у нас финальная классификация будет верной Но вот оказывается, что если P будет чуть больше, чем 0.5 И мы N устремим к бесконечности То получится, что эта штука у нас будет стремиться к единицам Но здесь может быть проблема в том, что все это будет работать Только если у нас алгоритмы независимые А в реальности у нас алгоритмы, они скорее всего будут как-то похоже работать То есть если у нас один алгоритм ошибается на каком-то очень плохом объекте То остальные тоже ошибаются Что с этим делать, мы посмотрим чуть дальше Сейчас давайте подумаем, как мы можем в общем виде строить наши ансамбли Ну или композиции Мы можем просмотреть цитачу предсказания В таком виде, что у нас алгоритм Он возвращает некоторые значения Соответственно, если это значение категориальное, то это задача классификации А если это значение вещественное, то это задача регрессии Ну или как что-то среднее, это вот вероятностная оценка Ну соответственно, нам из этих алгоритмов нужно построить один хороший алгоритм Построить какую-то комбинацию из них Итак, как же мы можем строить и комбинацию Ну для этого мы можем еще в более абстрактном виде рассмотреть нашу задачу А именно что у нас есть какое-то решающее правило Есть какая-то корректирующая функция Каждый алгоритм что-то возвращает И мы исходя из этого корректируем Потом агрегируем И получается наш ответ Давайте, чтобы было понятно, посмотрим, какие у нас могут быть решающие правила Например, если у нас задача регрессия То мы можем просто Брать среднее по алгоритмам Если у нас задача классификации То можно просто, опять же, использовать какое-то голосование Ну соответственно, для бинарной классификации Можно считать сумму И дальше смотреть на знак этой суммы Также заметим, что когда мы делаем какое-то голосование То мы его можем делать не просто как какая-то сумма А как взвешенная сумма И, соответственно, веса вычислять каким-то умным способом Например, мы можем каждый алгоритм провалидировать Ну или протестировать на какой-то отложенной выборке И исходя из этого понять, какой ему вес использовать То есть чем у нас лучше работает алгоритм Тем больше мы ему вес дадим в голосовании Соответственно, у нас есть функции, например Функция качества или f-мера Которые не отрицательны Но, соответственно, мы их можем использовать как веса Теперь давайте посмотрим, как нам бороться с тем Что у нас алгоритмы, используемые в композиции Они могут быть достаточно похожи друг на друга И вот одна из идей, как мы можем их сделать разными Это обучать на разных множествах данных А именно, мы можем обучать их на различных подножицах объектах Или обучать их на различных подножицах признаков Ну понятно, что мы еще можем смешивать эти подходы Также мы можем использовать так называемую фильтрацию Это чуть более умный подход по разделению объектов Мы можем смотреть, на каких объектах у нас алгоритмы принимали различные решения И уже исходя из этого использовать, соответственно, эти спорные объекты В каком-то новом алгоритме Если мы применим рассмотренные ранее методики по сравнению случайных алгоритмов К дереву принятия решений, то мы получим такой алгоритм, как случайный лес Используется такая виристика, что мы берем случайное подможество признаков Размера корень из n Пытаемся эти алгоритмы переобучить То есть мы не применяем подрезку Несмотря на то, что мы переобучаем наши деревья У нас они как-то голосуют И то, что они отвечают правильно, оно будет суммироваться А то, что они отвечают неправильно Если у нас было действительно случайное подможество Оно, скорее всего, будет как-то друг из друга вычитаться И будет оставляться только наш правильный ответ Соответственно, как было сказано раньше Мы можем использовать для агрегации Либо обычное голосование, когда мы из-за вероятности делаем класс Либо мы можем сначала суммируть эти вероятности Получать уже какие-то числа Которые отвечают за уверенность алгоритма И уже после этого решать, к какому классу относится объект Также, помимо этого, мы можем при построении деревьев Не перебирать признаки относительно каких-то критериев качества разбиения А можем просто брать случайное разбиение И это называется экстремально рандомизированные деревья Из-за того, что мы не перебираем наши признаки Эти деревья будут работать быстрее А так мы строим композицию из них Нам уже важно, чтобы каждое дерево работало как можно быстрее Чтобы мы могли в композиции использовать как можно больше деревьев До этого мы рассматривали всякие агрегации Которые мы делали руками Но мы можем использовать агрегацию, которая называется стекинг Мы на нашем множестве x обучаем какие-то алгоритмы Например, 1, 2 и так далее После этого мы берем объекты из нашей обучающей выборки И пытаемся на них предсказать целевое значение каждому алгоритму И, в общем, вот эти целевые значения, которые мы предсказываем Мы можем использовать как признаки для другого алгоритма Вот этот вектор, который мы получили для объекта Предсказание различных алгоритмов И на нем обучать еще один алгоритм То есть этот алгоритм уже по нашему вектору От других алгоритмов Должен выдать наш финальный ответ Соответственно, как частный случай Можно рассмотреть какую-то линейную модель из этих алгоритмов То есть мы говорим, что у нас 1 берется с каким-то параметром Это 1 плюс А2 берется с параметром тета 2 и так далее Ну и, соответственно, вот эти теты мы хотим обучить Как частный случай стекинга Это когда мы берем один алгоритм И используем его результат для кого-то следующего алгоритма То есть у нас следующий алгоритм По выходу первого будет говорить нужный класс Или куда нужна вероятность Где это может использоваться? Например, это может использоваться для задачи калибровки вероятностей Помимо этого, мы можем использовать так называемое мета-обучение Которое немножко отличается от того, что традиционно понимают машинное обучение под мета-обучением Если мы вернемся к нашей таблице И скажем, что у нас есть несколько алгоритмов 1, A, 2, A, T И мы из них строим ансамбль То в качестве этого алгоритма мы можем взять алгоритм Который будет пытаться по X Предсказать, какой нам алгоритм нужно выбирать То есть у нас был какой-то X 1, X2 и так далее Мы для них строили Каждым алгоритмом предсказания Y1, Y2 и так далее Далее мы, глядя на эти предсказания Можем понять, какое из них Больше похоже на наш реальный ответ Y Исходя из этого, мы можем понять, какой нам алгоритм нужно выбирать Для объекта X Вот, соответственно, давайте для объекта X Поймем, какой нам алгоритм нужно выбирать Для объекта X2 поймем, какой алгоритм нужно выбирать И так далее И так у нас будет для каждого объекта Какая-то информация о том, какой алгоритм нужно выбирать Ну получается, что это задача классификации То есть мы какой-то новый алгоритм Наш окат и будем учить предсказывать по X Какой алгоритм выбирать Это что касалось стекинга Теперь давайте перейдем к другому способу построения Последовательных ансамблей А именно к бустингу Идея в том, что мы будем синтезировать наш алгоритм Из каких-то простых Используя что-то похожее на линейную комбинацию Но мы это будем делать не как было это сказано до этого Что брать и просто напрямую обучать эти параметры А мы вместо этого будем это делать последовательно То есть мы будем сначала строить один алгоритм Потом будем поверх него строить второй алгоритм Потом третий алгоритм Потом четвертый Давайте посмотрим, как это будет выглядеть Ну, предположим, что у нас есть объекты X1, X2 и так далее Xn У объектов есть их классы Y1, Y2, Yn Точнее, тут не классы, а тут их какие-то целевые уже числовые метки Теперь давайте представим, что эти метки равны, например 3, 7, 9, 0, что-нибудь в этом роде И вот мы обучили алгоритм какой-то Наш аноликовый И, соответственно, этим алгоритмом мы подставили в него X1, X2 И, соответственно, для тех же самых объектов что-нибудь предскажем Пусть у нас предсказание было такое 2, 5, 8, минус 3 Теперь мы посмотрим на то, как наше предсказание Это, соответственно, был Y, а это Y с шапкой Это важно, что это был Y на ноликовом шаге Это был Y с шапкой на ноликовом шаге Теперь давайте посмотрим на разницу А именно мы попытаемся ответить на такой вопрос А что нам нужно прибавить к нашему Y и тому Какой-то вот дельта Y Чтобы у нас получился опять наш правильный Y То есть здесь было с шапкой, а здесь без шапки Ну, это просто найти Просто мы говорим, что это наш Y реальный минус Y с шапкой Ну, соответственно, давайте посчитаем Y реальный минус Y с шапкой Здесь будет 1, здесь будет 4, здесь будет минус 1 Ну, соответственно, плюс 3 Так, мы посчитали наши дельты Y Теперь вспомним, что мы хотим строить нашу композицию последовательно То есть у нас ответ для HT-го алгоритма Будет строиться как ответ для HT-го алгоритма Плюс ответ нашего базового алгоритма Который мы вот обучаем на каком-то таком шаге Соответственно, мы знаем, что мы их будем складывать Нам нужно наш новый алгоритм обучать предсказывать эти дельты Y Потому что мы знаем, что ответ второго алгоритма Будет сложен с ответом первого Соответственно, второй алгоритм в каком-то смысле будет корректировать ответ первого Ну и так мы повторяем последовательно и наращиваем наши алгоритмы То есть у нас каждый последующий алгоритм пытается предсказать ошибки Которые дает предыдущий алгоритм Ну, точнее, не предыдущий, а композиции Из всех предыдущих алгоритмов И то, что я рассказал, это называется Аддитивный бустинг Это не градиентный бустинг Чтобы из этого сделать градиентный бустинг Во-первых, мы можем вспомнить Что мы собираемся Наши... А, тут алгоритм H обозначается В общем, мы можем вспомнить Что мы Наш ответ будем не прям Складывать С ответом предыдущего алгоритма А мы будем его складывать В общем, мы ответ нашего... Результат нашего ансамбля из T алгоритмов Будем говорить, что это результат ансамбля из T-1 Плюс наш T-т алгоритм Но его результат мы будем учитывать С каким-то параметром bt Исходя из этого Нам уже надо решать задачу минимизации То есть нам нужно bt Выбирать такую, чтобы Минимизировать То есть это будет argmin Возможно, bшком Наши функции потери Нашего ответа Плюс Соответственно bt на ht Соответственно В качестве упражнения Можете взять Какой-то простой функцию ошибки Например Среднеквадратичную ошибку Ну и Посчитать Как нам вычислять bt Исходя из того, что мы используем Среднеквадратичную ошибку Это, соответственно Мы добавили наши параметры Теперь мы хотим Как-то обобщить наш алгоритм А именно Мы хотим Из нашего адъективного бусинга Сделать градиетный Но это сделать просто Достаточно заметить, что Когда мы берем Нашу квадратичную функцию ошибки То есть вот Наш y-y с шапкой И если мы от этого возьмем Производную То мы получим Соответственно 2 умножить на разницу И заметим, что это было похоже На то, что мы считали до этого То есть мы также до этого Считали разницу То есть получается, что Для квадратичной функции ошибки Производной от нее Равняется просто ошибке С учетом коэффициента 2 Понятно, что Это когда константа Исходя из этого Уже понятно, что мы можем Использовать наше предыдущее рассуждение Мы можем его обобщить И просто говорить, что Мы будем Не какую-то дельту искать А просто искать Такой ответ Который бы Минимизировал Нашу функцию ошибки А как нам Минимизировать функцию ошибки Мы можем воспользоваться Градиентом То есть мы можем взять Производную Производную нашей функции ошибки По текущему ответу То есть По ответу Для какого-то Итого алгоритма Из производной Сделать градиент Использовать этот градиент Соответственно Для улучшения нашей функции ошибки. То есть мы будем просто вычитать наш градиент. Потому что понятно, что градиент указывает в сторону возрастания, нам нужно в сторону уменьшение идти. Вот. Ну и получается, что наш аддитивный бустинг, который я до этого разбирал, это просто частный случай, в котором в качестве функции ошибки используется квадрат разницы. Ну, соответственно, если мы это соберем все вместе, то, что было сказано до этого, то получится следующий алгоритм, который называется, соответственно, градиентным бустингом. Что мы вначале обучаем наш алгоритм, наш ноликовый, просто обучаем его предсказывать игреки. Затем мы на каждом шаге смотрим нашу функцию ошибки, насколько наш ответ различается с нашим реальным значением. И, соответственно, берем уже производную от функции ошибки и говорим, что мы будем прибавлять эту производную к нашему предыдущему ответу, пытаясь его улучшить. Потому что у нас производная берется такая, которая, будучи прибавленным к предыдущему ответу, улучшит функцию ошибки. Соответственно, когда мы обучаем наш алгоритм, мы его обучаем уже по какому-то объекту икситому предсказывать значение производной функции ошибки, взятую по ответу предыдущего алгоритма. Но далее нам надо вспомнить, что у нас производная, она указывает направление, и поэтому нам нужно идти с каким-то шагом. Но вот, соответственно, это получается, что в данном случае этот BS, который мы собираемся прибавлять, это будет в каком-то смысле шаг нашего грественного спуска. Ну и, соответственно, мы решаем задачу минимизации, которую на самом-то деле не так уж трудно решить, потому что это будет когда-то одномерная задача. Но исходя из этого, мы строим наш ансамбль на каком-то т этом шаге. Соответственно, ответ ансамбля из т-1 шага плюс наша поправка, которая равнялась нашей производной. В случае, она не в точности будет равняться производной, потому что мы здесь обучаем какой-то алгоритм, и этот алгоритм, он не обязательно будет то, что он будет предсказывать, он будет предсказывать производную, потому что понятно, что он может ошибаться тоже. Но, тем не менее, раз за разом у нас получается, что ответы будут улучшаться. Ну, соответственно, то, что мы используем различные функции L, позволяет использовать не только для задачи регрессии, но и для задачи классификации, как это было рассмотрено на лекции про линейную классификацию, что мы можем использовать различные аппроксимации пороговых функций. Но, соответственно, используя различные функции, будем получать различные алгоритмы бустинга. Ну, вот, один из этих алгоритмов, он настолько примечательный, что мы его разберем отдельно, а именно AdaBoost. В этом алгоритме в качестве функции ошибки используется функция для бинарной классификации, то есть мы предполагаем, что ответ алгоритма это либо плюс-минус единичка, и мы умножаем ответ алгоритма на наш Y. В качестве функции потерь мы берем экспоненту от минус вот этого произведения. Далее мы говорим, что, так как у нас экспонента, она положительна, и производная от нее тоже будет всегда положительна, то мы можем производную по этой экспоненте использовать как веса, и это нам понадобится чуть попозже. Ну, и, соответственно, помимо этого, мы можем сказать, что у нас алгоритм может отказываться от классификации. То есть, можем, например, говорить, что если он возвращает плюс-минус один, то он классицировал объект, соответственно, на положительный или отрицательный класс, а если он вернул нолик, то он отказался от классификации. Исходя из этого, мы можем вычислять следующие значения, то есть число правильных классицированных объектов и число неправильных. И нам хотелось бы, чтобы у нас, соответственно, число правильных минус число неправильных было как можно больше. Создатель алгоритма доказал теорему, что если мы в качестве наших b на каждом шаге будем брать логарифм отношения правильным к неправильным, то это будет оптимальным для соответствующих функций ошибки. И помимо этого, то, что мы здесь отказываемся от классификации, получается, что, точнее, если мы учитываем, что мы можем отказываться от классификации, то здесь надо брать не один минус число отрицательных, а просто число положительных, то есть число верно угаданных. Так, теперь вернемся к весам объектов. Как же их использовать? Но веса объектов, они могут быть удобны для того, чтобы алгоритм, который будет обучаться на тетом шаге, больше обращал внимание на объекты, на которых сильнее ошибался алгоритм, который обучался на т-минус первом шаге. Ну, соответственно, вот вес, это получается производный от функции ошибки, то есть получается, что чем больше мы ошиблись, тем у нас больше будет производная, и, соответственно, тем больше будет вес у этого объекта, то есть следующий алгоритм будет больше обращать внимание на этот вес. То есть вот здесь, когда мы обучаем наш алгоритм, мы здесь используем веса. Ну и помимо этого, мы используем веса, когда решаем задачу оптимизации вот этого нашего шага. Ну да, мы когда вычисляем вот эти наши ответы, мы тоже используем веса. Соответственно, все это можно скомпоновать следующий алгоритм, что изначально у нас веса объектов, они равномерно распределены, то есть это просто один делит на число объектов. Ну и дальше каждый шаг мы обучаем наш алгоритм предсказывать наш класс, плюс или минус единичку, и, соответственно, этот алгоритм должен минимизировать число неверных классицированных объектов. После этого мы вычисляем, сколько же у нас реально было неверных классицированных. Из этого мы вычисляем наш bt, то есть наш шаг, с которым будем прибавлять наш результат. Ну и дальше мы пересчитываем веса. При этом после пересчета, чтобы у нас веса не разрастались, мы их нормализуем, то есть чтобы на их сумму равнялся единичке. Тут важно, что помимо того, что вот здесь можно просто написать не один минус число неверных классицированных писать, а просто верных классицированных, то тогда можем принимать во внимание отказы в классификации и также заметим, что то, что мы здесь вычисляем, это в каком-то смысле наше обратное преобразование к сегмоиде, которое мы несколько лекций назад изучали. И у нас сегмоида, она плюс бесконечности единичка, а в минус бесконечности нолик. То есть, когда мы говорим про обратное преобразование, оно в нуле будет минус бесконечностью, вот этот функционал, а в единице будет плюс бесконечностью. То есть нам надо как-то этого избежать. Например, если мы идеально ответим, то мы получим, что мы пытаемся один поделить на ноль в данном случае. То есть нам здесь, чтобы это работало более устойчиво, надо прибавлять в числитель или в знаменатель какое-то число эпсилона. Ну, таким образом, у нас, резюмируя бустинг, несмотря на то, что это композиция алгоритмов, она сложно переобучается, и для нее можно использовать различные функции сложности. Ну, точнее, даже не функции сложности, а функции ошибки, скажем так. недостатка можно отнести, что он неустойчив на шумах, и то, что нам нужно использовать какие-то базовые алгоритмы, точнее, нам нужно использовать какие-то простые алгоритмы. Например, чаще всего используют деревья принятия решений высоты не более двух, или вообще высоты один. То есть это дерево называется решающий пень, потому что всего одна вершина остается. Вот. Ну и также, так как у нас композиция алгоритмов, ее трудно интерпретировать. Так, что касается шумов, вот здесь, когда мы высчитываем веса, мы говорим, что чем больше мы ошибаемся на объекте, тем больше у него будет вес. И получается, что мы можем наблюдать за нашими весами, если у нас для какого-то объекта вес достаточно сильно вырос, мы можем просто от этого объекта избавиться, сказав, что это шум. То есть мы наоборот этот алгоритм с такой модификацией можем использовать для поиска шумов. А на данном слайде приведен пример сравнения различных алгоритмов к композиции. Соответственно, как вы видите, наиболее эффективным оказался здесь предъявленный бустинг. И что самое интересное, что, как было сказано раньше, они не переобучаются. То есть вот у нас наша ошибка, она падает, и получается, что она падает до какого-то уровня, и дальше предстоит падать. Что говорит о том, что у нас они не переобучаются. На этом с бустингом мы закончили. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.